Субтитры делал DimaTorzok Извините, и какой хедшот! Инс падает в дверях, и это, конечно, многое меняет в конкретном раунде. Но есть Алистер, который играет под девяткой, но его чекает Флеймс, который все-таки Алистера забирает. Ну и Мальта последний один против троих, шансов немного, но посмотрим. Бомбу, в принципе, можно было бы установить. Так, ну давайте посмотрим на эту клатч-ситуацию. А вдруг сейчас австралийский игрок разберется с тремя оппонентами? Ну да, 46, 51 и 100. Это, конечно, хорошее ХП, но тут даже с первым не справляется. Алиэкси Би делает. Вниз уже через Сикрет смещаются два игрока. Здесь Нико, здесь Манту. Да, их смотрят, в принципе, неплохо из Аквариума. Правда, у Нико я в принципе самый лучший девайс, чтобы отстреливать оппонентов. Хотя он вернулся в Аквариум и скорострельного дробовика сделал все-таки один минус. Но 8 секунд сейчас заберет просто бомбу, и на этом все закончится. Не успевает, естественно, Инс. Очень плохо прикрывали ребята друг друга. И, соответственно, команда OG на ровном месте берет еще один раунд. Раунд продолжается 4 на 4. В принципе, пока неясно, кто же все-таки получит преимущество. Дальше. Да, понятно, у Атаки неплохие позиции. И больше пространства на карте. Минус от Мальты. Размен от Флеймса. И очень многое зависит от этого парня. Но нет, Сика его забирает. И здесь уже шикарный, казалось, был шанс для австралийцев. Но немножечко проспали этот врыв от Вальдемара. Отлично въехал в ноль. И 2 на 2 клатч продолжается. Уже непонятно для кого. Вальдемар забирает Сика. И да, это клатч для Хэтса. Он красный. Они пытаются его обойти. В итоге Хэтс уходит в очень выгодную для себя позицию. Неужели сейчас они зальют этот раунд? Нет, все-таки не получилось. Защищать точку Б. Конечно, может быть, будет разворот. Но, как говорил Сеня, теперь уже таймер работает на команду OG. Они знают, что они проходят на точку Б. Бомба вышла первая. Но все, вся информация для OG. Это должен быть пятый раунд. Но Сика пытается здесь какой-то клатч. Для себя, ребят, из команды OG. Ну и, конечно же, если выиграют этот раунд, тогда уже будет все хорошо. По крайней мере, бай хороший. Для OG, ну какой врыв от Хэтса второго. Вот оно. Вот, вот чего нам не хватало. Размен в пользу атаки. Неплохо. Наконец-то Ника и Флеймса, которые вдвоем должны принимать четверых. Флеймс спустился в аквариум. Тиммейт у него пока что вентиляция. Если что, быстро попробует хлопануть через короткий. Уже спускается вниз. Флеймс уработал двоих. И в итоге все преимущество, которое было, потрачено. И только сейчас почему-то ребята откидывают хорошие смоки. Хотя могли изначально задымить аквариум, задымить лонг. И Флеймс бы никого не убил. Но, в принципе, и такое можно тянуть. Посмотрим. Ну, давайте действительно посмотрим с завершением. Готовы врываться, ребята, с разных дверей. У игроков обороны. Размена даже нет. Инс делает минус два. И вот только мы... Пока что что сделает Мальта. Мальта просто выходит вниз. Начинает шуметь. Фокусировать внимание на себя. А тем временем парки решили зайти просто бомбой в пристройку. А тут и Вальта, игрок за вентилем. Поэтому фейк не удался. Да, слишком легко. Опять бомба сразу же заходит первым номером. Вот всегда приятно смотреть, например, на команду Гамбит. Которая светит бомбу только в самый последний момент. А если светит, то два раза бойтесь. Потому что это, возможно, какой-то фейк. Здесь же... Ну, нет. Слишком легко. Ну и опять же за атаку. И кардинально поменять ход событий на карте Нюк. Нужно просто вытащить раунд. Ну, а вот же могут еще раз себя засейвить. И вновь бомба. Ну, почему-то крана светится. Но хоть забрали и убегает Сика. Еще и чуть не убил Флеймза, у которого 5 кп. Минус Флеймз. Флеймз. Без него будет куда тяжелее. Мог сыграть. Как бы это была не ошибка. Но нет, Инс великолепно справляется с Манту. Бутка. Забыл про Бутку. Минус от Вальдемара. Но такой раунд уже не потащить. Вальдемару нужно поменять оружие. Там взять калаш на двери. Ну, посмотрим. Возможно, Алексей Би все-таки еще здесь парочку киллочков нам покажет. И ребята еще пойдут на ретейк. Мальта. Чекает длины. Получилось отстрелить Вальды. Бомба стоит. Ну и Алексей Би должен сейвить. Еще один раунд. Выровнялись. Все. Исходя из... Ну, кстати, не самого большого лос-бонуса. То есть тут еще и... Классно, классно то, что проснулись. То, что пошла игра. Давайте смотреть, что будет еще. Пошел Молотов на Бутку. Неплохо прогоняют. И под этот молик идет выход. Плюс флешечка. Отлично. Падает Ника. Падает Вальдемар. Потому что дверь параллельно просто суперсинхронно открылась вместе с мейном. И все. Можно сейвить дальше девайсы ребятам из OG. Во второй половине. Потому как Ренегейт, судя по всему, возвращается в этот шилк. Неужели пропушит Смог? Ой, Мальта в этот момент уходит. Смог сейчас развеется. И мы видим перестрелку. Кто кого. Смог. Мальта. Видит первого. Видит второго. Все-таки размен. Манты уходят. Но все равно это плюс для атаки. Потому что сейчас выйдет атака. Нет. Все. Через будку. На Аплент. Либо все-таки на рампу сейчас выйдет атака. Нет. Все. Через будку втроем. Это слышит Ника. Но ничего не могут сделать. Ух, Эцик. Просто с имейтами перестреливают очень часто. И... Ну вот только сейчас Манту получилось выровнять для себя ситуацию. Но... Ну давайте смотреть, что из этого выйдет. Уже минус 4. От игрока команды OG. Возможно будет Эйс, если заберет Алистейра. Слышит. Заберет ли? Алистейр спускается вниз. Открывает дверь. Ставит. Нет. Фейкует. 13 секунд до конца. Вот теперь, наверное, должен ставить бомбу. Манту спускается вниз аккуратно на степе. Дверь открывает. И его смотрит снайпер. Он слышал. Манту пробует здесь распикивать сейчас соперника. Делает все, чтобы снайпер промахнулся. Тот перезарядился. И все-таки Манту на уверенности пережал Алистейра. Это Эйс. Отличная игра. Это просто великолепная от Манту. Восьмой раунд. Тащит просто в Солянова для своей команды. Но, знаете, по факту, наверное, через дверь в первой половине. Посмотрим, что поменяется у нас сейчас. Могут ли OG также собрано действовать за атаку. Берет пока что не сыграли в будке. Флэймс отличный хэд. Хэдс тоже падает. И все-таки дорога к аплэнту расчищена. Ника ставит практически точку своим хэдом. Потому что больше на аплэнте мы никого не видим. Инс просел в девятке. Алистер, по сути, единственный игрок команды OG с пулл-тп. Который попытается тащить. Ну и, кстати, у него вместе с Инсом неплохо получается. Это уже 2 на 3. И, напомню, красный. Есть вся инфа. Знают про девятку. Все, втроем пикнули. Отлично сыграл Флэймс в этой пистолетке. Минус. Ну и смотрим. Это будет что-то с ноги. Да, что-то с ноги. Выход на рампы. Ну а здесь, кстати, есть засада. Три игрока обороны. Двое уже побежали вниз. Есть еще и Сиков. Солянова умудрился повесить хэдшот. Походу, пахнет фортиком выигранным. Может быть. Сика. Все-таки уехал. Ситуация 3-4. Манту неплохо зажал по Алистейру. В конце концов, 2 на 3. Ошибка, конечно, под себя. Коктейль Молотова. Но, правда, Мальта отлично отыгрывает с Диглом. Забирает Манту. Нико последний. Но, благо, с КП проблем никаких. А вот теперь могут быть проблемы. Неплохо в спину попал. Он не ожидает никак. Еще одного игрока с Вилки. Пока что интересно посмотреть, что там уже готов ли номер 7 врываться в эту атаку. Но флейм с тиммейтом уже пошел на шифтах. Мейн будет настреливать. Заметил. Все-таки четкий выстрел. Да, вырубили хэдса. Пинс не читался. И как-то не успел среагировать второй игрок на размены. Третий падает. Четвертый красный просто потушил один игрок с мейна. Ну, второй игрок с мейна. Всю эту атаку. 11-10. Ириникейтс. Откидывает флешку в ответ. Ну, атака, по-моему, понимает, что быстрый килл они не сделали. Решили провести ротацию. Возвращается на Аплэн. Неплохо раскручивает Аук хэдс за иксом. По итогу ситуация 2 в 3. И в теории Рен и Гейтс могли бы побороться за этот раунд. Мальта. Еще немного поломать экономику своим оппонентам. Но тут можно сейчас получить пару минусов. Не докупишься полностью в следующем раунде. Вот уже проблемки. Ну, как бы там, ладно. У инцы 2 500 плюс деньги за этот раунд. Ну, разве что там у хэдса вот какие-то проблемы. Но ему, если что, даст Сика дроп. Не знаю. Могли и раньше где-то уйти. Могли все-таки чуточку больше денег. Сика, естественно, подумал, что нужно поджимать радио. И он может стать легкой для бычей для одного из игроков. Атаки нет. Алексей Би не сразу проверил эту позицию. В итоге бомба выпала. Как же все поменялось. КС разваливает манту минус Нико. И Вальде последний 1-4. Какие-то качели здесь происходят на карте Нюк. Реально, то одна команда. Решили, конечно же, не рисковать дальше. А просто отыграть от оружейных раундов. Да, придется отдать 13-й команде Ренегейтс. Но что поделать, это КС. Один минус все-таки есть. По хедсу Вальдемар прописал с глоком. Но, походу, на этом все. Флеймс у нас пока что играет с глоком на улице. Пробовал забрать. Сейчас Алистера не получилось. Ну, бомба это, в принципе, опять же, плюс в плане денег. Но лос-бонус и так большой. Поэтому толком ничего это не дает. Нужно тащить. Ника. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Чемпионный получил в голову. В итоге все шансы у Вальда. Пошла инфа. Вальда в пристройке. Неужели сейчас просто будет неимоверный мега-клач? Ника. Браво. Тут пытается поднять Вальда. Вальда. С по 250. Видишь? Что это? Что повесил Алистер? Вот это жесть, друзья. Через ящик или через будку. Какой важный раунд. Да, по-моему, через ящик и через... Пойдет. Ничего себе. Вот это он жесткий. Походу, минус Алексей Би или наоборот? Тихо. Неплохо. Там и неважно, пока идет хоровод. Все-таки выключили Алексей Би. Да, остался один флейм. С Ренегейтс решили, по-моему, поиграть на чемпионате. Ну, по крайней мере, свою карту уже, можно сказать, играют неплохо. Осталось доиграть два раунда. Прорываться манту. Правда, Мальта. Мальта начинает действовать. Понимает, что эта ситуация явно невыгодна для Ренегейтса. И можно поймать шикарный тайминг. А, даже с тиммейтом работали в связке. Но теперь точно разворот на Аплэн. Казалось, должна быть фотография на память. Но все, Алексей Би один есть. Фотография есть. Минус от Хэтса. Есть победа на своей карте. Ренегейтс. Ну, вы просто красавчики. Ужасное начало этого нюка. Но потом команда из Австралии собирается. И просто все. Защиту и начинают просто пушить. Мидл вдвоем. Второй игрок, третий игрок пошел смотреть с бойлера. И двое находятся на бэ. Как-то, ну, не знаю. Два пушат мид. Никто не прикрывает. Такая себе идея. Но хоть Мальта дал размен. Хотя Инсу прописали здесь на банане. Но и пока вот пистолеточка не самая лучшая от Австралии. Ну, вот не столько смог, сколько хорошая флешка может помочь сейчас игроку защиты. Пролетела граната. Ника ее словила. Листер в итоге прописал два хэда. А вот теперь можно пытаться тащить. Мальта забирает Вальды. Остается у нас Инс и Мальта. Оба красные. У Манту при этом 100 хп. Пробует поставить за фонтаном. Его не видят игроки защиты. Но этот раунд он берет очень просто. Такое впечатление, как будто второму тоже поставил хэд. Но нет хэд. Купить со следующего раунда. Начинается раскидка Б плентани. Совсем понятно все-таки, почему никто ложно не контролил. В итоге три человека у защиты принимает Б. Сика делает первый минус. Два еще остаются на пленте. Один за первым, один за третьим. Потушил Инс. Кстати, обратите внимание на этот смог. Он все прекрасно теперь видит. Выходит, чекает фонтан. Тут Алисер отмечает Манту. Им спадает. И это три в два. Алисер отлично там отморозился в смоках. Неожиданно выскочил для соперника. Ну и действительно за тройкой там тоже все неплохо сделал игрок. Но смотрим за продолжением. Здесь все-таки Ника пытается с тиммейтом нанести ответный удар. Но нет-нет-нет. Судя по всему, получится и так даже взять этот раунд ребятам из Ренегейтс. Но Вальдемар последняя надежда ОУДЖИ. 71% здоровья. И можно бомбу поставить, пока смок здесь есть. И это уже принесет дополнительные деньги команде ОУДЖИ. Вальдем падает за фонтаном. И еще-то надо атаковать как раз-таки ту область. Мне кажется, они фейкуют сейчас на центре. Вот просто занимают ребра. Ну, может, притонуть еще в Ротлэнд. Падает Вальдем. Явно не хватило сейчас то ли флешки, то ли смока. Еще один смок в район зеленки. Алистер выходит далее на ребра. Забирает Ника. Аликси Би уходит на метро. Ну, опять же, три человека под Б. Но как же ошибается Хэтс. Очень важно было сейчас отыграть железобетона и просто не умирать. В конце концов, Инс ловит Флеймза. Но, опять же, сейчас два человека могут его обойти. Могут забрать, поставить бомбу и тащить уже клатч 2 в 3. Тяжело, правда, будет, потому как ХП мало у Аликси Би. Но, опять же, этот товарищ, который при применении найти сможет. Аликси Би делает, в конце концов, красным. Два минуса. Остается один на один против Мальта. Играет на гробах. Тот обходит его через церковь. Аликси Би решил встать у дальнего ящика. Мальта начинает топтать. В итоге Аликси Би его слышит. Это наказан. Мальта, коктейль. Мальта. О, Аликси Би. Как же он был близок к тому, чтобы взять этот невероятный клатч. А я думал, знаешь, вот все-таки такой хитрый игрок, как Аликси Би, вот по молику уже поймет, что его в этом уголочке не ожидает соперника. Просто выйдет в него. Но начал как-то стрелять. И все-таки не вырубился первый. У Мальта появился шанс. У него есть киты. И он, конечно, уже обезвреживает бомбу. Важнейший раунд для себя. Второго отстрелить, может быть, все-таки стоило уйти вот сюда и запустить атаку на точку, но при этом остаться в большинстве. Это был бы идеальный вариант. Ника с легкостью ловит Алистера. Тут не подрасчитал со смоком. Думал, что смок еще долго будет лежать. Он развеялся. И в итоге изи-фраг для Ника. Ника пушит дальше спину. Забирает мант. Вальдо все ближе и ближе. Мант пошел на ковры. Но, опять же, Сика решил сыграть. Не совсем, кстати, стандартно. Катается со смока на арочку. Смок на библиотеку. Под флешку выход на лонг. Три игрока уже погнали за Сика. Сика убегает в библиотеку. И начинается тот самый выход. Три лонг. Один ковры, один шор, который мы уже видели от Олджи. Правда, Мальта и Алистер пока что дают. Классный размен. Флеймс неплохо поработал. Но 2 в 3. Большие, если выключают, еще можно играть. Правда, смок уже на библиотеке развеялся. Алистер в больших кишках падает от Флеймса. Инт сыграл на размене. Это 1-2 для Манту. С хп проблем нет. Коктейль Молотова на дефолт. Манта отходит к центру Плэнта. Ну и Алик в руках. Чекает библиотеку. В спине, правда, хэтс. Но тут можно разыграть. Все зависит от того, насколько синхронно пойдут игроки защиты. Понимает, что короткий действует. Включает скоуп. Через сено заходит потихонечку хэтс. Байт ждет, да, пока тиммейт играет. Тиммейт, кстати, поздно играл, но в полете или уже приземливший. Синс все-таки попадает в голову Манту и берет этот раунд для Рене Гейтс. Общий счет 8-3. Остается 4 раунда. Полноценный постановился. Ждет, пока тиммейты соберут инфу, заходя через короткий. Под коктейль Молотова играет Мальта. Отлично себя чувствует. Собрал Ника. При этом Флеймс остался в библиотеке. Чекать ее, Алистайр просто прожал. Наказывает Плэнтье, ну как же вы не проверили, ребята. А его должен был Флеймс проверять, но при этом он получил через смок прострела Мотавика, который вышел из библиотеки. Ну и потом что-то забыл подсказать. Этот муф не ждут сейчас, судя по всему, OG. Хотя Вальда здесь является опорным игроком атаки. Но он заходит и падает от Алистайра. Классно, Мальта отыгрывает Сака на коротком. Сделал два минуса. Погиб, правда, Сика. Алексей Би понимает, что кто-то должен быть на коврах, а Манта уже успел зайти через зелень. В этот момент слышал библиотеку. Приходит ин, все-таки уверенно раскатывает Манта. Откидывает дальше смочок Алексей Би под Библию. Кстати, получил много дэмэджа и от прострела, и от ХЕшки. 39 хп. Врывается на него оппонент и упирается в него. Но Алексей Би ничего сделать не смог. Это 8-6. Еще один раунд для Ренегейтс. На характере, парни. Не здорово, потому как заходить не лоу хп на бплэнд очень трудно. Выпад на хелпу. Здесь снова инс. Как же он уверенно отыгрывается угом. Просто не оставляет шанса по лжи. Дальше у него прям все летит. Машина. У него пучок, знаешь, он его контролит. Невероятно, у него все патроны играет. Мальта падает. Алистер тем временем на кафеле. Парни заходят на точку Б. Вальта получает хэд, но неплохо отыгрывает за дальним ящиком. Анту раскалывает череп Инсу. Ситуация 2 в 3. ХАЦ находится за колонной. В этот момент на кафеле красным погибает один из игроков. Сюрпризы и настоящее шоу. Маг седьмой, два дегла, две СЗшки у обороны. Есть еще два дыма. Смотрим за моментом на банане. Вроде бы Алистер неплохо все здесь компенсировал вместе с тиммейтами. Уже можно погнаться за опорником Б. Плента, но пока не решаются бояться. Ситуация 3 в 3. Не самая хорошая и благоприятная ситуация для Рене Гейтс. Они все-таки были с хорошим баем против Форса. Но, не знаю, поторопились. Поборолись за дугу. Неудачно. Тем более еще и два игрока красные. А погибает в итоге от этого дробовичка. Как раз таки в начале сотый, потом красный. А Б1 останется за ящиком. А он дал неточный смог. А он сейчас за тройку. Ай, яй, яй. Время, конечно, не хватает. Да, здесь поманцеваться. Но бомбы установлены. Ладно, можно еще раз попробовать. Нереально трудно. Ну, маневроги угадали. Хотя два человека, возможно, сейчас выйдет. Маневр не угадали. Он там ближе к Б. Пошел третьим. Вальдемар минус два равный. Размен для Рене Гейтс. 75-40 кп остается. С бомбой 2 в 3 поиграть раунд. Ну, можно. Можно. Алексей Би 46. Но сделать очень грамотно и правильно. Но есть одна проблемка. Одна флешка остается. О, этот инс все-таки пошел на поджим. Тоже искал этот минус. Но все. Теперь тут уже попробуй такой потащи. С одним кп. Он пробует. Да ладно. Минус два еще сделал. Но Маневр успокаивает. И все-таки ОГ берут. Одиннадцатый раунд. Но, опять же, была бомба для команды Рене Гейтс. Плюс их лосс-бонус. Сколько там? 3 500, 3 300, 4 400. Ну, нашла Хэтса. Но все-таки на степе аккуратно заходят. Сейчас. Вальдемар, что творит? Вальдемар выходил. Заметь. Думал, что не пойду. Там грамотно все-таки они заходили. Не шумели, не топали. И в итоге не ожидал, конечно, Вальдем. Что именно так все сложится. Ну, слушай, взяли все-таки Рене Гейтс? Все-таки еще поиграют. Да-да-да. Поэтому я что-же сказал. Кафель. Алексей Би на халпе. Флэймс рядом. Ну и, походу, Рене Гейтс определились с вектором атаки. Пойдут на бэфлэнд. Неудачный смок. Флэймс видел инса. Ой, как же они решили переметнуться. Резко. На плэнт А. Но тут два человека в закрытых позициях. И очень важно, конечно, сыграть сейчас хорошо против Ника. Все-таки он с Фамасом на своей коронной позиции. Врыв на плэнт. Манту забирает первого, второго с ящика. Ник, правда, быстро в этот раз отъехал. Да ладно! Как же он крался? 2 в 5. Это клатч 2 в 5. Друзья, уже 2 на 2 ситуация. И авик больших. Это отличная ситуация для команды Рене Гейтс. Просто никого не пустить. И все будет замечательно. Подобрал Флэйм все-таки калаш на банане. Потому что я сказал, что бросили пушку Рене Гейтс. Они даже не попытались там ее выбросить за забор. Им было в этом раунде важнее. Можно быстрее зайти на Аплэнт. Ну, в принципе, что и получилось. Если бы еще под Манту не попали. Какие тайминги! Какой провал! Форсик! Ну не форсик! Стенку. И заходят. Потушили и заходят. Да, какие-то гранаты. Что-то там пошло. Инс забирает Олег Сибирь. Ситуация 3 в 3. Манту забирает Инса. Играет дальше. Бомба устанавливается. Дым лежит на первом там ящике. Флэшечка у Манты в руках. Ждет теперь тиммейтов. Взорвется? Нет, ушел дальше. Ну, неплохо там забайтили снайпера на выход. Но вот игрок с Б1 все-таки оставил ему 7 хп и не дал минус. Возможно, это будет ключевым фактором. Хотя мы видим, по-моему, OG уходят на сейв уже потихонечку. Либо все-таки пойдут на ретейк. Нет, пойдут. Тройку запомпят. О, какой просто лютый зажим от Мальты. И да, Манту бежит 7 хп на сейв этого раунда. Боятся. Если честно, знаете, могут сейчас люто поскользнуться. Если следующие раунды как-то... Еще не видят, не палятся. Хотя ванвейс смог для него получился. Увидел игрока атаки. При этом ошибается Вальды. Соответственно, на А сейчас один ника внутри плента. Олекси Би меняет позицию. Играет под библиотекой. 30 секунд до конца. Ну, вот надо просто уверенно зайти втроем на двоих. Тем более, Олекси Би сильно просел. 14 хп у него осталось. Мальта забирает Олекси. По ника, напомню, инфа была. Как же аккуратней что-то нет. Ой-ой-ой, но тут два красных. Размен все-таки дает Мальта. Один остается. Манту у него... Он фуловый, но бомба уже стоит в точке. Ну, посмотрим. В принципе, как... В целом, экономический раунд это... Посмотрим. Ну, понятно, что на бэд, даже если он минус делает, слишком далеко игроки его. Он еще и не делает. Таткил в итоге изи. Ну, надо было, конечно, всем перетянуться, если честно, после того, как они выбили банан. Но, видимо, поверь... Ой, сгорает Ник. Ну, есть шанс, да, есть шанс. Шанс-то есть. Ай, Манту попал все-таки. Алистер падает на дефолт, и это 14-14. Но проходит. Подсадочка сейчас может сыграть. Ну, смотрим. А никто не контролит пока подсадку, но еще и Сика сам не подставляется. Упал! Он упал! Минус Мальта на коврах Аплента. Ну, ладно. Какие ковры, Мальта? Что ты там делаешь? Ребята зашли на Б, и Мальта был просто нужен хотя бы где-то в метро. Потом разыгрывал бы клатч. Да-да-да. Посмотри, скажи, что нет никого с банана. Уже гораздо проще. Почему здесь игрок на точке сам перестреливается, непонятно. Вальдмар под флешку просто выходит. Сика все-таки решил тут на характере, да, выйти и ждут хлопу. Слышат одного точно. Знают, что двое справа. Выход от Инса. Как? Есть понимание, где он находится. Инс топит, но не берет этот раунд. 15-14. Вот же в шаге от победы на карте Инферно. Деньги будут у РНЖ. Как же Мальта сейчас подставил свою команду этим нелепым, неуменным. Для начала, вот это ошибки тех раундов, когда вы могли просто, вот, когда Мальта мог не выйти, а вернуться на бейс. Сейчас он сделал все правильно, дал информацию. Но смотрим, два в два. Вальда забирает Сика, а бомба взорвется секунд через десять. И Инс играет на первом ящике, но Вальда к нему боком. Друзья, это доп, это 15-15. Ну что же. За дефон, Свинса, компания продолжает игру за атаку. Играет активно на банане. Да, банан, посмотрим. Все-таки на этот раз Флеймс только один минус делает. А Олексиби пока не может ворваться с тиммейтом. Да, здесь Молотов. Манту с авиком разорвал. Да, Ковры поджали. Да, Мальту. Параллельно идет сплит-бэ, посмотрите, где уже номер четыре. Здесь еще и Хэтс выигрывает, но можно сплит дальше раскручивать. Алистейт с Савиком. Они знают, Свинфу, они понимают, что два поджаря, что все-таки тиммейту нужно как-то хелпать. Ну и, кстати, в спину он может попасть оппоненту. Вот он. Не готов был, да. Все-таки играются матчи, и матч Спирит пойдет нас на ночь. Даже три минуса, если сделает, это никакой гарантии не дает. Хотя было бы неплохо. Первый пошел. Второй. Нет, все-таки три в одного разменялись. Разменялись. Ну и Мантус с Олексиби. Ну не попал Снайпер. Олексиби, кстати, хорошая хаешечка. Очень много дэмэджа. Остается красным Мальта. Ну и нужно ждать теперь, пока Мант придет на помощь. Мант уже рядом. Да, Алистер мог вообще уже чуть ли не закончить раунд, если бы с Б1 попал по Олексиби. Но не получилось. Ну и тоже нужно крайне четко действовать снайперу. Вовремя переключиться с Банана здесь на хелпу. В принципе, чем он уже и занимается. Он смотрит заход на главку. Сико уверенно на гробах. А вот и Алистер с Банана. 3-0 и 3. Это Сико. Действительно, втроем теперь будет намного проще принимать план Б. Полетел коктейль за третий. Инс, не знаю, потушит себя или нет. Да, он потушил. Кац делает минус. Флэйм падает. Инс остается на ящике. Падает все-таки. Сико врывается на капель. Ситуация 3-5. Не могут выйти вообще. Не могут, не могут ОГИ ничего сделать. Олексиби наконец-то делает минусы. Главарь Б-банды погиб. Это Инс. Раскручивает Оук Сиго. Не лучше, не хуже, извините, чем Инс. И остается последний игрок у команды ОГИ. Олексиби падает. И это сенсация турнира. Команда ОГИ проигрывает матч против Ренегейтс и прощается с ESL Вангель. Ну что можно сказать, эти ребята с характером...